После взрывов на территории колонии в поселке Еленовка, в неподконтрольной Украине части Донецкой области, погибло 53 человека. Такие цифры приводят российские госсми и медиа непризнанной ДНР. Москва приглашала представителей ООН и Красного Креста расследовать трагедию. Но как только миссия Международного комитета собралась приехать, Россия отклонила прошение о доступе. Генштаб Украины опроверг обвинение России в ударе вооруженных сил Украины по колонии. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных. Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубенцу так и не предоставили официальные списки погибших. Позже Минобороны России опубликовала поименный список 48 фамилиями погибших. Мы поговорили с женами бойцов полка АЗОВ, которые до сих пор не слышали своих родных из российского плена. Алина, расскажите, пожалуйста, какая ситуация? Я так понимаю, что ваши мужья связались с вами? Наши мужья с нами не связывались. С нами никто не выходил на связь оттуда. Мы увидели, что в списках нет. В тех списках опубликованных, которые уже есть во многих пабликах, муж моей сестры, он находится в списках раненых. Что сейчас с нашими мужьями и там еще мой отец тоже в Еленовке, мы не знаем. Знаем только, что в списках есть муж моей сестры раненый. В Еленовке там их в разных, скажем так, бараках, я так понимаю, содержат. То есть вот это тот, который был уничтожен вчера, и есть еще некоторые. И вы не знаете точно ситуацию. Была такая информация, что три дня назад с бараков отвели отдельный барак. Куда всех поместили, и получается, да, ну я не знаю, разная информация. Кто-то говорит, что там был подрыв, кто-то с артиллерии туда ударили два раза, который один раз не попал, второй раз попал. И что там начался пожар, и много погибло. На данный момент, покуда там 53 человека погибло, 73 раненых. Когда до этого они выходили с вами на связь, то есть, ну или как-то хотя бы давали о себе знать? Они не выходили на связь с никто. Мы знаем информацию с этих пабликов, источников. Мы видели их в пабликах российских. Например, я и Алина видели своих мужей в пабликах, там, где их выводили в плен. Получается, уже в колонии Еленовки видели их, когда они были в строю, в столове. Да, лично я видела своего мужа там. Это то, что понимает, что он действительно находится там. И плюс, еще мы звонили в Красный Крест, в информативное бюро, в СБУ, в координативный штаб. Никто никакую информацию не... Не, они подтвердили, что 16-го числа, ну, наши мужья, так как они с одного, получается, взвода, вышли 16-го числа с Азовстали и были направлены в колонию Еленовку. Мой папа и муж моей сестры выходили 20-го числа, то есть позже, 20-го мая. Скажите, а известно ли там хотя бы какие-то условия, не условия, то есть где они вот содержатся, то есть об этом информация как-то поступает? Точно мы не можем знать, только у нас, например, есть чат, в котором мы общаемся с девочками, ну, тоже, получается, родственники. Там говорится, что там ужасные условия у них, им кормят их, а бы они жили, все очень сильно исхудали. Также мы можем это смотреть на видео, когда выставляли наших, получается, наших пленных, что они истощенные, худые, бледные. И воду им дают с речки, никакой там медицинской помощи тоже нет. Хотя, вот, например, у Алины был муж ранен, у меня муж был ранен, мой отец был ранен, муж моей сестры тоже были ранены, но их не отправили в больницу, как, например, тяжелораненых. Но все равно им тоже нужна была медицинская помощь. Мы не знаем, что они делали, почему они такие худые. Почему с нами никто не выходил за все это время на связь? Потому что, как по договоренностям Женепожневской конвенции, да, раз в неделю должны, два раза в неделю должны выходить на связь. Этого не случилось. И мы постоянно находимся в подвешенном состоянии. Мы не знаем о их состоянии здоровья, о их моральном состоянии. Мы не знаем, когда они вообще вернутся домой и вернутся ли они вообще. Сейчас мы настаиваем просто на том, чтобы, опять же, вспомнили, что есть такие люди, что есть такие герои, которые защищали всю Украину, благодаря которым сейчас мы здесь все живы, скажем так, что вот они там есть и что они хотят домой. Что мы хотим их увидеть, что они хотят вернуться, понимаете? Вы говорили про вот эти вот паблики, группы, да, то есть таких же вот жены, родственниц. Скажите, а кому-то из тех там, кто находится, удалось узнать судьбу своих родственников, которые там в плену, то есть я имею в виду вот после обстрела, хотя бы какая-то там, хотя бы кто-то узнал? Все делают списки, которые нам предоставили российская сторона. Только так. То есть это такой неофициальный список, но он как бы российский, он единственный, по сути, который есть, за что можно ухватиться? Да, возможно, это так, но мы не знаем. Возможно, еще есть какие-то официальные списки с нашей украинской стороны. Возможно, с погибшими, с родственниками погибших связывалась патронажная служба. Мы не знаем, есть ли с нашей стороны списки, но это все как бы. Просто вот, например, у моей сестры уже как бы написано в списках, что ее муж ранен. Но с ней так еще никто не связывался и не сообщал, в каком он состоянии, где он находится сейчас и все тому подобное. Вот вы говорили, что вы обращаетесь в всевозможные инстанции. То есть на кого у вас больше надежды в этом плане? То есть либо, ну понятно, что вроде бы там руководство страны должно этим всем заниматься в наибольшей мере. Да, но тем не менее, возможно, Красный Крест больше, они хотя бы больше сотрудничают именно с оккупантами, с российской армией. Ну вы как чувствуете, как по практике? Вот есть же были предыдущие случаи, да, когда там кого-то обменивали, то есть кто-то возвращался. То есть как вы считаете, ну кому прежде всего нужно вот обращаться и на кого больше всего надеяться? Это будет Красный Крест и наше Украинское информационное бюро. Вот вы еще тоже, в частности, говорили о том, что очень важно сейчас напоминать об этом, чтобы не забывали об азовцах, чтобы вот это все, оно как бы не заболталось, грубо говоря, чтобы оно все не забылось и не ушло с информационного пространства. Знаю, вы там и проводили пресс-конференции, там ездили, вот даже, по-моему, к Паперимскому, да, был такой визит. То есть как мировая общественность, готова ли она вот поддерживать этот интерес? То есть потому что они все-таки сейчас все устают уже от нашей войны. То есть это мы здесь, да, там сражаемся, вот каждый день для нас мы понимаем эту опасность. А они уже, ну они это ощущают по-другому. И вот как они реагируют на вот эти вот ваши призывы, ваше обращение? Мировая общественность на самом деле есть поддержка и колоссальная поддержка. Особенно она проявлялась тогда, когда наши ребята были в Азовстале, когда мы требовали процедуры экстракшн. Сначала деблокады, потом процедуры экстракшн. Мировая общественность нас поддерживала, это были различные акции. Очень много людей выходило на митинги, вот эти вот мирные все, за границами. Сейчас мы хотим добиться того, чтобы люди приходили, чтобы люди опять же вспомнили. Потому что, ну как это устали от войны? Ну как это устали от войны? Устали от войны только те, кто сейчас на войне находится. Те, кто находится в плену, непосредственно кто участвует в этом. А мы люди, которые просто, ну это займет буквально 30 минут нашего времени, выйти на площадь какую-нибудь, чтобы вот засняли это все, и чтобы больше людей об этом узнало. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день есть такие люди, которые даже не знают, что такое Азов, понимаете? А так не должно быть. Обстрел Еленовки. Ну, многие же, скажем так, были такие мнения, что попытаться как-то договориться с Россией или там, ну скажем так, пойти на какой-то компромисс, вот с тем я имею в виду именно сдачу Азова, да, то есть когда им позволили выйти, да, живыми. Но они, по сути, попали в плен и дальше находятся в, как вы сказали, совершенно жутких условиях. На ваш взгляд, возможно ли вообще с Россией дальше о чем-то вот как бы вот так вот даже договариваться? Понимаем, что да, нужно как-то обмениваться пленными, мы должны иметь какой-то контакт. Но, учитывая действия Российской Федерации, по данным СБУ, разведки украинской, то есть это был целенаправленный удар именно для уничтожения этого барака, там, где находились эти пленные. Я думаю, что, во-первых, нет ничего невозможного. В любом случае переговоры должны вестись 24 на 7 о наших пленных, потому что мы всегда, наверное, видели, вы тоже следите за обстоятельствами с пленными и их пленными, которые находятся на нашей стороне. То, что мы готовы обменять, но с этой стороны не идут как бы на обмены. Я хочу сказать то, что мы должны всегда помнить о том, с кем мы имеем дело, с какой страной, как она себя показала в этой войне, сколько она нарушала всего правил. Пробовать менять наших пленных обязательно нужно, потому что нельзя их там оставлять. Поэтому спасибо вам большое и держитесь. Всего доброго.